Лето, по крайней мере, календарное, уже на пороге. Перед тем, как детские оздоровительные лагеря наполнятся веселой ребятней, каждое такое учреждение тщательно проверяют на соответствие всем требованиям. Всего в этом году о своем участии в летней оздоровительной кампании заявили 15 загородных лагерей. Они имеют такой график работы сезонный. Основную часть года они законсервированы, без отопления, под снежным покровом, под дождем. Материально-техническая база подвержена изменению. Где-то протечки, где-то требуется проветривание помещений. Поэтому наша межведомственная комиссия в данный конкретный период времени активно объезжает все загородные лагеря, загородные сезонные лагеря, с тем, чтобы посмотреть, насколько оперативно заявившиеся базы готовы к тому, чтобы принять детей. Только успешно пройдя приемку, лагерь может открыть свои двери для маленьких отдыхающих. Сосновый бор в Шуйском районе к лету начали готовить, как только сошел снег. Все, что можно делать уже в корпусах, потому что погода позволяет открывать окна, чтобы наполнялся теплым воздухом в корпусах, что-то делать, на улице какие-то строительные работы вести. Поэтому основные моменты, конечно, у нас – это строительство спортивных объектов для детей. Работы было немало, но, наконец, учреждение готово пройти финальную приемку. В состав комиссии входят представители самых разных ведомств. Эксперты Роспотребнадзора уже взяли пробы воды. После зимы ее качество могло ухудшиться. Сосновый бор в последнее время принимает юных спортсменов, так что на территории много игрового оборудования и спортивных снарядов. Каждая качель, каждый турник будет указан в акте приемки. Если возникнут нарекания, лагерь просто не откроют до устранения всех неполадок. Ни одна комиссия не проходит без представителей Пожнадзора. Пожарная безопасность на пять с плюсом – это целый комплекс критериев. Мы смотрим пути эвакуации, соответствия пути эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, работоспособность и наличие автоматических пожарных систем, очистку территории от мусора, грязи, опашку вокруг лагеря. Большое внимание теперь уделяется безопасности в каждой комнате. Скрытая угроза – окна. Здесь мы закрыли пингалеты саморезами для того, чтобы дети не смогли открыть окна без присмотра взрослых. И здесь поэтому у нас открываются форточки для проветривания. Особое внимание к персоналу. Трудовая инспекция смотрит наличие у работников всех необходимых документов, а полицейские проверяют воспитателей и других сотрудников на наличие судимостей. Ну и, конечно, немаловажный критерий – охрана. Полицейские проверяют целостность забора и наличие договора с охранным предприятием. Приветствуется наличие камеры видеонаблюдения на въезде. Если лагерь, как в случае с сосновым бором, соответствует всем строгим требованиям, он получает разрешение начать смену. Но проверки на этом не закончатся. За лето администрации лагеря еще не раз придется принимать ревизоров. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуйский район.